Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, савтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сегодня я хочу вам рассказать о пряже Кауни. Пряжа чисто шерстяная, в средней секции. Продается пряжа вот в таких пасмах, достаточно тугих, плотно смотанных. И для того, чтобы вязать, ее обязательно нужно перемотать на перемоточной машинке. Пряжа предоставлена нам в интернет-магазин Купинити Шоп для проведения марафона по вязанию без рукавки. Вот видите, деталь, на которой я могу продемонстрировать секции этой пряжи. Вот после перемотки пасмой получаются три таких вот бобинки. И плюс еще небольшой кусочек. Смотрите, секции достаточно большие. То есть, если вы планируете вязать маленькую изделие, маленькое изделие, маленькую деталь, обратите внимание, вы не покажете красоту этой пряжи. Для того, чтобы пользоваться такой среднесекционной пряжей, нужно изделие достаточно объемное. Данная пряжа имеет размер 310 метров на 100 грамм. То есть, достаточно толстая. Вязала ее на машинке Нева 2, на 7 плотности. Всего 9 плотностей. То есть, вязать надо достаточно рыхло. Нитка грубоватая и плотная. Даже после стирки она не становится пушистой и нежной. То есть, вязать из нее вещи на голое тело я бы не рекомендовала. Будет кусаться. Но, учитывая, что палитра цветовая пряжи Кауни очень богатая, насыщенная и интересная, нитки стоят того, чтобы их покупать и вязать из них совершенно уникальные, необыкновенные вещи. Самое главное подбирать секции, потому что секции достаточно длинные. Вот вы видите размер. Секционная пряжа не терпит необдуманного вязания. То есть, для того, чтобы вязать из нее красивые вещи, нужно сначала, конечно, создать проект и подбирать секции для симметричных деталей. Как любая другая чисто шерстяная пряжа, Кауни при стирке садится, но не кардинально. Мягче, особо мягче и пушистее она не становится. Усадка небольшая. И, учитывая, такой момент, стирать ее в горячей воде, в стиральной машине категорично не рекомендуется. Стирка прохладной водички, легкими моющими средствами, шампунь, либо специально для шерсти какие-то средства, не испортит вам пряжу. Будете долго и с удовольствием носить вещи, связанные с чисто шерстяной Кауни. Если же вы будете пользоваться агрессивными моющими средствами, какими-то агрессивными порошками с отбеливанием, кто-то ферри стирал, ну, естественно, цвет может измениться, и полотно может сильно деформироваться после каждой стирки. То есть, вот такие изделия требуют очень деликатного обращения. Вяжется легко, выглядит красиво, интересно, нарядно. Подбирайте ту палитру цветов, которая вам нравится, и вы всегда будете самая красивая и неотразимая. Абсолютно уникальные вещи. Если вам понравился отзыв об этой пряже, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также приходите в нашу школу машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений, и приходите на наши вязальные посиделки, где мы обучаем креативному вязанию. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...